Добро пожаловать в новый эпизод Аудиодрома, в котором мы продолжим разбираться с новинками мюнхенского шоу. И в этот раз я предлагаю разобрать вещи, максимально далекие от мейнстрима. В общем, всякую дичь. В настоящую же дичь недели сегодня попал редкий аналоговый рукастый аудиофил. А в розыгрыше винила недели шведский козел от моих друзей из стереозоны, которые всегда дарят приятную скидку 5% на абсолютно все, что вы сможете у них найти по промокоду IMPHERE для всех тех, кто придет в Питере на Лиговский 63 или зайдет на сайт стереозона.ру. Ну а теперь новый эпизод Аудиодрома. Садитесь в свитспот, мы начинаем с разбора мюнхенского ада. Начнем с легкого, пожалуй. Итальянцы привезли экстравагантную установку бренда Klimo, которая была украшена забавной вертушкой Bior de Plus, больше похожей на скелет вертушки, который при этом стоит дороже, чем некоторые автомобили, 15 тысяч евро. Слава богу, комплектация за эти деньги полная, она включает в себя все, блок питания, тонарм и даже картридж. Музыкальный сигнал с нее передается на фонокорректор под названием LAR, оттуда на ламповый предусилитель Merlino, придающий этому всему некую атмосферу лампового волшебства. И, конечно же, не могло обойтись без двойного монофонического усилителя с именем Unico 35, который, к несчастью, не является драгоценным артефактом с астрономической ценой, а доступен всего за 3150 евро. Баварский производитель Audi Aas решил пойти во все тяжкие со своими новыми флагманскими колонками Opera Grand Thezza. Какое пафосное название, а? А все потому, что эта акустика оснащена царь-среднечастотником BD96727, самым крупным в мире алмазным среднечастотным динамиком диаметром 90 мм с 20-каратной алмазной купольной диафрагмой от Accuton. Потому что, а почему бы и нет? Audi Aas гордятся тем, что являются единственным немецким производителем, который установил эти очень дорогие динамики. Насколько я понимаю, каждый такой стоит около 40 тысяч евро, но, если честно, наверняка не знаю. Вот напишите в комментариях, если знаете цену этого динамика. На выставке им помогал стек компонентов из Атерик, потому что даже алмазам нужны серьезные влиятельные друзья. Авангард Акустика, известные своими столбами с огромными рупорами, решили вовлечь молодую аудиторию в свои порочные рупорные дела. Небольшая по их меркам колонка под названием Калибри создана для молодых людей, которые слушают дорогие наушники, ходят на концерты и в клубы, но при этом хотят проникнуть в глубины хай-энда и в своих жилых пространствах. Эта модель выглядит почти как миниатюрная версия известных дуо Метца и может поддерживаться внушительной низкочастотной секцией в узком корпусе. И что необычно для Авангард, Калибри это полностью пассивные колонки. Полный комплект с дополнительной басовой секцией будет стоить всего лишь 13 тысяч евро, но вы можете сэкономить почти вдвое, прикупив сабы сторонних производителей подешевле. Не впечатлены? Просто вы не целевая аудитория и давно не ходили в клубы, друзья. А вы видели рупоры в рупоре? Вот Тюн Аудио предлагает такие. Царь колонки Эпитом с чувствительностью 105 дБ прячет в своих недрах грозный 15-дюймовый динамик, раскрывающийся в этот огромный асимметричный низко-среднечастотный рупор. Говорят, что звучит это все быстро и с легкостью. Раскачивалось сие чудовище сервером и цапом Рокна с усилителем Трафоматик, выкрашенным в красное. Если честно, боюсь представить, что скажет жена, если притащить в дом такие. У моей глаз дергался неделю от жука-жарок электростатов Мартин Логан. А уж эти красные ванны без развода домой не внести, как мне кажется. Черт и что, и сбоку твиттер. Кипрские левши Ариас Церат решили сделать поющий кубик Рубика под ЛСД, названный Аврора. Среднечастотный сфинк-рупор этих колонок вывернулся перламутром на одной из его граней. На четырех из пяти остальных свободных грани этих кубиков установлены активные басовые секции, а сбоку прилеплен ленточный твиттер. Внутри все это вообще выглядит как межпространственный флуктуатор какой-то. Дизайнерский шедевр это или кошмар аудиофила решать вам. Но, несмотря на свой странный вид, слышавшие их поговаривают, что они звучат впечатляюще. Все это было подключено к довольно уродливому и очень дорогому стеку ламповой электроники от того же бренда. Как обычно, на лицо ужасные, но голосят прельстиво. Китайцы из ESD Acoustics решили воскресить Сальвадора нашего Дали, не меньше. Дети Поднебесной приволокли какие-то совершенно сюрреалистические рупоры с не менее безумным стеком компонентов. И там все от души. Рупоры из углеродного волокна и блоки компрессионных динамиков почти для всего диапазона частот, драйверы с катушками подмагничивания, бериллиевые титановые диафрагмы. Ух! В общем, полный набор и первое китайское предупреждение. По слухам, монстр-система звучала не очень, и европейские сторожилы Хаэнда выдохнули. Хаэнд-производитель ламповых усилителей Сильбатон, известный своими уникальными трансформаторами с серебряной фольгой, выставил свои компоненты с рогами улитки, дичайшими древними рупорами Виктрола на драйверах Western Electric 12B 1927 года выпуска. Ну а чё, обдать этих аудиофилов 100-летней Хаэнд пылью, так их? Выглядело это внушительно, ябзалип. Не каждый день такое перед тобой оказывается. Плюс, еще они захватили с собой чуть более современные, но ненамного, лэнсинги 1937 года, с компрессионным драйвером на экспоненциальном рупоре, что тоже, собственно, интересно послушать. Думаю, там все орало так, что чихающих аудиофилов слышно не было. Французские компоненты Advance предстали в Мюнхене в составе странной акустики и компонентов Bellame, выглядящей как неопубликованные концепты Бэнкен Толуфсен с 70-х годов. Очень интересный сетап, ломающий тебе мозг на первый взгляд. С одной стороны, ты явно видишь, что это что-то древнее, но в то же время там современный OLED-дисплей, стриминг и все вот это вот. Собственно, сия инсталляция напрочь затмила невзрачные компоненты Advance, но оставался вопрос, что это такое Bellame вообще? В итоге выяснилось, что Bellame – это новая линейка продуктов семейного мебельного ателье, тесно связанного с Daft Punk. И тут все сразу встало на свои места. Этот аммаж сетап, отделанный Палисандром Де Сантос, нежнейшей натуральной кожей невинно убиенных животных и матовым металлом, выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров. И, по всей вероятности, находится в совершенно иной ценовой вселенной по сравнению с довольно обычной аппаратурой Advance. Поэтому наслаждаться им будут лишь люди с особенным вкусом. Интересный сетап собрали французы из B-Audio и DeepTik. B-Audio, помимо прочего, показали новый и первый свой интегрированный усилитель все в одном – Alpha One, внутри которого находятся два высококачественных монофонических усилителя плюс ЦАП и стример. Сей французский красавец раскачивал акустические двери. Ну, то есть изодинамические колонки DeepTik, оснащенные двумя средненискочастотными секциями со сверхтонкой 12-микронной майларовой мембраной и ленточным твиттером длиной больше полуметра. Работают они, кстати, от 30 Гц. Красивая. Особенно компоненты B-Audio, которые я прямо вообще вожделею. Действительно что-то новое, стильное и интересное. Ну и Western Electric демонстрировала свои лампы с помощью новых усилителей и неизвестных миру колонок. Судя по всему, это какой-то их прототип. Выглядели они совершенно не от мира сего. Надеюсь, что эта красота пойдет в производство и рано или поздно мы узнаем больше подробностей об этом чудище. Не знаю, урод, но очень красивый. Особенно меня интересует, что это за хренотень в качестве среднечастотника стоит. Ну или то, что я принимаю за среднечастотник. Вот напишите в комментах, что вы думаете насчет этих колонок. Че это тут такое вообще? Начинаем со стильного британского ролика от группы The 4Four, сольного проекта Faith Verne, вокалистки английской рок-группы Pins. В нем мы видим женщину с холодным сердцем и коричневым чемоданом, слоняющуюся по разным местам. Совершенно непонятно, что происходит и что у нее в чемодане, но смотреть интересно, как будто это какие-то ауттеки Уэса Андерсона или что-то типа того. Ну и песня ничего так, 5 из 10. Ну и сразу, чтобы не затягивать, лучшая видео недели. Это 10-минутный ролик на новую песню группы, которая пишет музыку для 12-летних, как говорит один мой друг Foo Fighters. Песня называется The Teacher. Во-первых, Гроул услышал мою критику о его самоповторах и написал просто отличную, полностью новую песню. Если быть точным, он выпустил новый альбом, который, ну, норм. А во-вторых, песня длинная, что я очень люблю. Ну и в-третьих, они сделали классный клип с великолепным видеорядом, в котором довольно творчески использовали нейросети и архивные видео Гроула. Одно сплошное удовольствие. 8 из 10. Арт-недели. Клип президента Ворп Криса Кларка на новую песню Medicine, записанную с Томом Йорком. У Кларка 26 мая вышел новый альбом, в котором Йорк выступил продюсером и наставником по вокалу. Ролик же выглядит как относительно бессюжетный арт, такой арт-перформанс, да, какой-то. Больше создающий атмосферу, чем рассказывающий историю. Ну, Кларку такое делать не впервой, он и до этого участвовал во всяких арт-проектах для Саачи и Саачи, например, там и все такое. В общем, 6 из 10. Свежий клип выпустили американские альтметалисты Stained на песню Lowest in Me. Тут все как и положено жанру. Приглушенные цвета, у парня поехала крыша, психиатрическая лечебница, депрессивные кадры и все, что так любят фанаты жанра. Правда, в конце все расцветает. 5 из 10. Старье недели. Hold My Hand on Uncle. Очень мощная вещь. Один из моих самых любимых хитов Лавеля, поддержанный жутковатым видеорядом, в котором девушка тащит через весь город за руку труп парня. Правда, в конце все расцветает. 8 из 10. Концерт недели. Свежайшее выступление нэшвилдских стоунеров All Them Witches на KXP. Это 40 минут сплошного восторга, друзья, для всех любителей интеллектуальных психоделий, стоунера, хард-рока и всего такого. Классный концерт. 7 из 10. Ну и бонус. Выступление Картошки. Точнее, фрагмент его выступления. Одна вещь совместного с оркестром BBC концерта Noel Gallagher's High Flying Birds. Вещь Council Skies, клип которой уже был недавно в видеодроме. Но здесь живая запись и звук просто шикарный. По меркам Ютуба, конечно. 7 из 10. Ну и он тоже уже опубликовал свой новый альбом. Время традиционного альбома недели с розыгрышем виниловой пластинки из обширного каталога моих друзей Стереозоны. Вы легко можете стать обладателем этой чудесной пластинки, если пройдете по ссылке в описании во ВКонтакт Стереозоны. Сегодня в нашем меню пластинка божественной шведской группы Год. Их последний, четвертый по счету альбом 22 года под названием Oh Death. Группа Год известна своим мистическим и загадочным имиджем, а также мощными живыми перформансами. Очень люблю эту группу и я был крайне обрадован, когда увидел эту пластинку в каталоге Стереозоны. Этот альбом, который помимо великолепнейшей обложки подтверждает талант и эклектику группы Год. Они умело смешивают различные стили и создают такой свой какой-то уникальный звук с помощью различных творческих приемов и инструментов. Этот альбом, ну можно сказать, искусство в его чистом виде, причем вызывающее сильные эмоции. И при всем этом избытке творческого и экспериментального Год остаются довольно легко воспринимаемыми, их музыка вполне доступна и достаточно развлекательна. 7 из 10. Переходим к плейлисту, в котором я собрал несколько интересных и в основном около психоделических команд, которые по духу и настроению близки Год. А некоторые близки еще и географически, между прочим. Хотя, начинаем с прекрасных анкл, которые уже были сегодня в видеодроме. Они напрямую не связаны с Год, работая в жанре электронной музыки, сочетая рип-хоуп, альтернативный рок и даже что-то от эмбиент музыки. Но они, как мне кажется, удачно задают стиль всему остальному плейлисту, как ковер-лебовские, являясь воротами в другую музыку. Песня The Way Back Home – это такой увлекательный синтез космических звуков, электронных ритмов и загадочных локальных партий, парящих под ритмичные звуки тамбурина. Ну, просто кайф. 7 из 10. Ну а теперь, собственно, психодел. Dungeon – шведская психоделическая рок-группа из Стокгольма. Они довольно непринужденно сочетают в своей музыке элементы психоделического попа, фолка и джаза. Композиция L1 Och Lampan Del 2. Не знаю, правильно ли читаю. Несмотря на свою фамилию, я по-шведски вообще не бум-бум. В общем, вещь – это утонченный звук в стиле камел с флейтой и мечтательным фортепьяно под приджазованную ритм-секцию. Очень красиво. 6 из 10. А теперь японский крауд-рок, друзья. Minami Deutsch – японская психоделическая рок-группа, которая сочетает элементы крауд-рока и психоделического рока с набором звуков, которые чаще встречаются в электронной музыке. В треке Steel Foggy под монотонную басовую линию прорезаются яркие скретчи, разные интересные звуки, щелчки, шорохи. Которые складываются в нечто, под что ты качаешь головой. Такая странная музыкальная барахолка какая-то. 7 из 10. Теперь Tess Parks – канадская психорок-певица. Ее музыка представляет собой смесь гаражного рока, психоделического попа и фолка. Песня Ice Angels отличается своеобразным вокалом Tess с легким эхо, создающим глубину и мистическую атмосферу этой неторопливой вещи, идущей под нойзовую гитару. 6 из 10. Wombo – американская инди-группа из Луисвилля, играющая музыку в жанре альтернативного рока с элементами психоделии и арт-попа. Backflip – это песня с заводным ритмом, разнообразными гитарными партиями и мечтательным психоделическим женским вокалом. 5 из 10. Ну, этих японцев почти все, наверное, знают. Kikagaku Moyo – переводится как геометрические узоры. Психоделическая рок-группа, настоящие музыкальные археологи. Они также не чужды фолка, краута и винтажной одежды 70-х. Dune – красивейшая кинематографичная, медитативная инструментальная вещь с красивыми гитарными соло, глухими ударными и этническими ритмами. 7 из 10. Объединение музыкантов из разных групп привело к созданию уникальной музыкальной формации Lesbic Bird в 2011 году. Эти шведские ребята составляют удивительный коктейль из психоделического рока, шугейза и постпанка. В композиции I used to be lost, but now I gone их бодрые аккорды и эффектные гитары создают особую атмосферу кинопогони, как мне кажется. 7 из 10. А теперь чилийская наркотая. Прямиком из Южной Америки к нам приходит The Holy Drug Couple – группа, экспериментирующая с разными звуками и границами психоделия. Они занимаются творчеством в жанре психоделического попа, извините, погружая нас в мир гипнотизирующих, реверберирующих мелодий. Time Bazaar – это открытие портала в потусторонний мир чили, не меньше. Мелодия просто соткана из галлюциногенных звуков. 5 из 10. Безудержное удовольствие и гармония – вот что вам принесет группа из США под названием Sugar Candy Mountain. Они находят вдохновение в психопопе, извините, и творчестве Брайана Уилсона. N Melody – это сладкий психоделический коктейль с солнечного южного пляжа 60-х, как мне кажется. 7 из 10. Морской бисквит – молодая инструментальная инди-группа, экспериментирующая с различными жанрами, в основе рок с элементами психоделии и гаражного звучания с примесью электронных экспериментов. Композиция Yos Accomplished вас ожидает смесь из мечтательного инди, энергичных барабанных ритмов и успокаивающей ностальгии. 7 из 10. Ну и в финале – божественный шведский коллектив «Фонтан», сочетающий в своем творчестве спейс-рок, обрамленный психоделической электроникой. В результате получается невероятно красочная и атмосферная музыка. Очень рекомендую вам их альбом слушать целиком. Трек «Гревен» – это сияющий электронный звездопад, насыщенный энергией ландшафтов восточных мелодий, в которой создают атмосферу для вилософских размышлений. Супервещь. 8 из 10. Многие знают, что в нашем аудиофильском мире есть определенная каста людей, которым хочется слушать музыку с магнитной ленты. Для этого одни покупают старые кассетники, чтобы снова поиграться с кассетами. Другие студийные штудеры, чтобы поиграться с тем, что называют мастер-лентами. И о тех и о других все, в принципе, понятно. Но между ними есть те, кто почему-то хочет слушать аудио с видеокассет. Потому что, мол, в хороших топовых моделях действительно хорошие аудиотракты, а лента в видеокассетах – ну очень крутая. Ну да, многие скажут, что это все как-то странненько, но все же не дичь. Дичью занялся некий аудиоэнтузиаст Тео Фабер. Он пошел гораздо дальше, чем банальное использование аудиотракта видеомагнитофона. Он взял свой старый дешевый видеомагнитофон Hitachi 1982 года выпуска. Его идея состояла в том, что если убрать видеоголовки, то на вращающемся барабане видеомагнитофона останется больше места для звуковой дорожки. В общем, он модифицировал тот самый барабан так, чтобы он занимался только аудиосигналом. И что вы думаете? У него получилось. У него получилось. Судя по замерам, этот старый франкенштейн действительно может качественно воспроизводить звук. Повисший в воздухе вопрос «Зачем?» я, пожалуй, оставлю без ответа. На сегодня у меня все. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok